Как подключиться к комнате Zoom с мобильного телефона в 2021 году? Ролик записывается в июне 2021 года. Zoom регулярно обновляется, поэтому хотите быть в курсе, не пропускайте ролики на нашем канале Здоровье, Красота, Благополучие. В этом ролике я расскажу о двух способах подключения по ссылке. Мы отправляем ссылку именно вот в таком вот виде, в коротком, понятном. Это очень удобно, я объясню почему. И подключение по идентификатору конференции. Второй способ. Также расскажу о двух основных проблемах, с которыми сталкиваются люди, подключаясь к комнате Zoom с телефона, как они решаются. Поэтому смотрите ролик до конца, в описании ролика будет тайминг. Можете посмотреть то, что именно вам нужно. Итак, организатор конференции создал конференцию, на которую готов вас пригласить. Вам может быть отправлена ссылка. В оригинале она выглядит вот так вот, такая громадная ссылка. Вот эта ее длина оправдывается только одним. В эту ссылку прописан код доступа к конференции. Сейчас Zoom запретил свободное подключение к конференции. Требуется либо код доступа, либо зал ожидания. Как раньше, год назад просто влететь в комнату возможности нет. Но если организатор конференции, как это делаю я, добавляет вот в эту страшную ссылку, разрешает вам входить в комнату раньше него, видите, доступ раньше, то вы подключаетесь по ссылке точно так же, как это было раньше, никого не ожидая и не вводя никаких кодов подтверждения. Мы своим участникам отправляем вот такое приглашение. Отправляем чаще всего в удобный для них канал связи. Практически всегда это для нас является WhatsApp. Отправляю ссылочку на подключение. Вот она пришла. Для того, чтобы подключиться под ссылки в комнате Zoom, нужно просто кликнуть или нажать один раз пальчиком на эту ссылку. Не надо ее удерживать. Вот касаюсь пальчиком. И у меня сразу же происходит переход по этой ссылке. Мне предлагают ввести имя, с которым я хочу войти в комнату. Поэтому, если вас данное имя не устраивает, вы удаляете его и печатаете какое-то другое. Нажимаете кнопочку ОК и подключаетесь к комнате. Вот у меня на компьютере открыт Zoom. Посмотрите, вот появился новый человек Игорь Иванов. Он подключился к комнате. Сейчас самая основная проблема. Обратите внимание, у Игоря Иванова не включен микрофон. Сейчас этот участник ничего не слышит и сам не может говорить, потому что он не разрешил доступ к своим аудиоустройствам. Это наиболее типичная ошибка. Вот это всплывающее окошко, оно очень часто исчезает, если коснуться случайно пальцем экрана вашего телефона. Вот все, оно исчезло. И вы как бы подключились, но не можете принимать участие в конференции. Для того, чтобы включить, дать доступ к своим аудиоустройствам, в этом всплывающем окошке необходимо выбрать первый пункт. Для того, чтобы это окошко снова появилось, я опять касаюсь пальцем в любом месте экрана своего телефона и нажимаю вот сюда, вот на эту кнопочку, подключить там, где у вас должен отображаться микрофон. Видите? То есть камера как бы есть, а микрофон еще не подключен. Нажимаю на это изображение и выбираю первое. Появляется сообщение, что аудио доступно. Видите, сразу же пошел звук. И обратите внимание, вот этот человек в комнате Zoom, он у меня уже и с камерой, и с микрофоном. То есть теперь это полноценный участник конференции, который может и слышать, и главное, может и говорить. Для того, чтобы выйти из конференции, нажимаю на кнопочку «Выйти» и выхожу из конференции. Вот так вот очень легко и просто осуществляется подключение к комнате Zoom, если вам отправили ссылку. Причем вот такую короткую, как это делаем мы. Но прежде чем на эту ссылку нажимать, пожалуйста, убедитесь, что на вашем телефоне само приложение Zoom установлено. Это приложение не является как бы обязательным. Я это показываю, кстати, на телефоне Android. Вот так вот оно выглядит. Вот это приложение Zoom. Если по каким-то причинам оно у вас не установлено, то прям у вас новый телефон, либо вы первый раз подключаетесь, вам необходимо, если пользуетесь Android, войти в Play Market. В поиске Play Market написать по-русски, по-английски Zoom. Это часто используемое приложение. Вот оно у меня уже даже в поиске внизу отображается. Зум и нажать на поиск. Нашел приложение Zoom. У меня оно установлено, поэтому у меня кнопка «Открыть». У вас будет кропка «Установить». Нажимаем на «Установить» и в зависимости от производительности вашего телефона, от скорости интернета, там несколько секунд, либо минута потребуется для того, чтобы это приложение установилось на ваш телефон. Мне очень нравится способ подключения по ссылке. И именно его я рекомендую вам использовать. Еще раз покажу, как это происходит. Вот это приглашение. Это приглашение может быть отправлено куда угодно, в социальные сети, вам, на почту. Главное, чтобы вам отправили кликабельную ссылку. Вот такую вот выделенную цветом. Нажимаю на ссылку один раз, подтверждаю или исправляю имя, с которым буду входить. Нажимаю «Ок» и вхожу в комнату. В всплывающем окошке обязательно нажимаю первый пункт. Он может у вас по-разному называться, но выбирайте первый. Микрофон включился. Вот сейчас включу камеру на телефоне. Вот он я. Это способ по ссылке. Второй способ. Подключаемся через идентификатор конференции. Организатор может вам прислать вот такие вот данные. Через идентификатор можно подключиться только через код доступа, либо через зал ожидания. Все зависит от того, какие настройки сделал организатор. Он вам об этом должен сообщить. Итак, идентификатор мне передали. Вот он. Я отыскиваю на своем телефоне приложение Zoom. Запускаю это приложение. Нажимаю войти в конференцию. В поле идентификатор конференции я должен ввести вот этот код, ввести его точно. Мне проще, я его просто сейчас скопирую. Обратите внимание, здесь также вы можете поменять свое имя, в котором вы будете входить. И после того, когда вы ввели идентификатор и правильно ввели свое имя, а вот с именами это всегда засада. Здесь чаще всего отображается модель вашего телефона, и человек с именем iPhone 5G White заходит в комнату, и непонятно, как с этим человеком общаться. Поэтому, пожалуйста, прежде чем нажимать на кнопку войти, вбейте правильно сюда ваше имя. Оно, кстати, у вас будет сохраняться. Его не надо будет каждый раз менять. И нажимаем войти. Меня не сразу пускают, то есть от меня требует код доступа, который, опять же, вам должен дать организатор, либо вас могут кинуть, если нет кода, в зал ожидания. Код, нажимаю ОК, и сразу, сейчас, опять же, без всяких ожиданий попаду в комнату Zoom. Вот, появился еще человек в комнате Zoom. Это я. Так, опять же, этот человек не дал доступ к своим аудиоустройствам. Обратите внимание, то есть, опять же, ситуация, о которой я говорил. Нажимаю на значок подключения. Видите, тут даже написано подключение. И выбираю по первой пункте. Все, готово. Благодарю вас, что досмотрели ролик до конца. Если будут какие-то вопросы по Zoom, в комментариях я оставлю свой WhatsApp. Пишите, чем смогу-помогу. Оставайтесь здоровы.